Градообразующее авиастроительное предприятие региона ПАО «ИЛ-Авиастар» увеличивает мощности. Производство, где идёт выполнение гособоронзаказа, проинспектировал министр обороны страны Сергей Шойгу. Вместе с губернатором Алексеем Русских, руководством предприятий и профильных центральных органов военного управления, глав ведомства проверил производство самолётов. В производстве «Авиастара» в разной степени готовности находятся тяжёлые транспортники ИЛ-76МД-90А. Машины, запланированные к сдаче в этом году, поступят в войска в установленные контрактными обязательствами сроки. Также министру доложили о проведении плановых работ на самолётах Ан-124-100 «Руслан». Позже состояние перспективы развития военно-транспортной авиации обсудили на совещании. С учётом СВО загруженность ВТА увеличилась в разы. Мы произошли загрузку, которая была по военно-транспортной авиации в самые напряжённые времена Советского Союза, почти в два раза. И эта наруска продолжает увеличиваться. Во-первых, нам необходимо поддерживать в рабочем состоянии тот пак, который у нас есть. Во-вторых, нам, безусловно, надо этот пак увеличивать за счёт получения новых машин, которыми является ИЛ-76. Сергей Шайгу добавил, что транспортник ульяновского производства демонстрирует прекрасные характеристики. Есть и возможности для продолжения увеличения дальности и грузоподъёмности. Кроме того, Минобороны планируют модернизацию тяжёлых транспортных самолётов Ан-124. К 2025 году их количество мы должны удвоить. Удвоить за счёт того, что у нас теперь уже появились и двигатели, и у нас есть возможности и мощности для модернизации этих самолётов. Напомним, правительство региона совместно с заводом реализует программу комплексного развития авиагиганта. С начала этого года на «Авиастарт» трудоустроено более двух тысяч человек. «Завод сделал огромные шаги вперёд. С одного самолёта в год ИЛ-76 до 6 в этом году шесть самолётов будет построено и будет создан задел на седьмой и восьмой самолёты. Мы надеемся, и Сергей Кожугетович выразил надежду, что предприятие справится со всеми задачами, которые стоят». В подготовке кадров помогает и федеральная поддержка проекта «Профессионалитет», благодаря которому ежегодно более 300 молодых специалистов для завода обучают по ускоренной программе.